дорогие друзья присоединяйтесь крючок 1 и 4 пряжа у меня стопроцентный мерсеризованный хлопок 169 метров 50 граммах и вязать мы сегодня с вами будем уникальную красивую тесьму моя авторская разработка и рассмотрим варианты выполнения такой тесьмы начинаем выполнение нашей тесь 5 воздушных петель замкнутых кольцо провязываем 1 2 3 4 5 я ввожу крючок первую воздушную соединительное моё колечко готово и приступаем к выполнению первого сегмента 3 воздушные петли накид ввожу крючок в колечко и вытягиваю рабочую петлю смотрите я буду выполнять пышный столбик на 5 натяжек накид вытянутая петля это натяжка 1 2 3 4 и 5 и теперь я провязываю все петли на крючке и выполняю воздушную я завершила пышный столбик 2 приема далее арочка из трех раз два три накид и выполняем точно такой же пышный столбик 1 2 3 4 5 далее захватываем провязываем и провязываем далее мы вяжем с вами арочку из 5 воздушных раз два три 4 5 2 накида на крючок и опять же в колечко я провязываю два столбика с двумя накидами с общей вершинкой первый столбик с двумя накидами незавершенной и 2 и общая вершинка вот такая основа для нашей навязочки готова и мы будем продолжать и прежде чем продолжить давайте посмотрим на нашу же готовую тесьму вот наш первый сегмент он у нас не повторяется а в дальнейшем будет повторяться только принцип провязывания и смотрите далее у нас будет повторяться 2 и 3 4 и 5 сегменты и опять 2 и 3 4 и 5 и так далее видите и так мы с вами будем выполнять нашу такую красивую необычную тесьму с навязочками и прежде чем продолжить давайте посмотрим направление нашей навязки мы всегда будем начинать вот как бы с внутреннего столбика и вот таким образом выполнять нашу навязочку воздушная вот мой столбик я ввожу крючок вот таким образом и начиная выполнение соединительных и воздушных над этим столбиком это будет 7 соединительных и между ними воздушные считаю всегда по соединительным и воздушная 1 соединительная готова далее 2 соединительная и воздушная 3 соединительная и воздушная 4 соединительная и воздушная 5 соединительная и воздушная 6 соединительная и воздушная 7 соединительная и воздушная и переходим на противоположный столбик и вяжем точно также под столбик вожу крючок соединительная хорошо подтягиваем и считаю 1 соединительная и воздушная 2 и воздушная 3 и воздушная 4 и воздушная 5 и воздушная 6 и воздушная 7 и воздушная и будем переходить на арочку я пока остановлюсь и вот смотрим что у нас получилось вот видите на вязать к такая и далее я продолжаю обращаю ваше внимание мы находимся на изнаночной стороне и я выполняю под нашу арку провязывая 9 соединительных и считаем соединительной воздушная 1 2 и воздушная 3 и воздушная 4 соединительная и воздушная 5 и воздушная 6 и воздушная 7 и воздушная 8 и воздушная и 9 и я останавливаюсь и смотрим что у нас получилось и напоминаем мы находимся на изнаночной стороне вот смотрим на лицевую сторону наш с вами первый сегмент готов напомню он не повторяется и далее мы продолжаем нашу работу и приступаем к выполнению второго сегмента обращаю ваше внимание что основа для навязок везде будет одинаковая будет от будут отличаться только навязочки я выполняю 1 2 3 воздушные накид и подарку провязываю пышные столбики 1 2 3 4 5 провязали провязали далее 1 2 3 и еще один пышный столбик 1 2 2 3 4 5 провязали провязали далее арочка из 5 1 2 3 4 5 2 накида на крючок и под арку из трех я выполняю два столбика с двумя накидами с общей вершинкой вот такая основа для навязки у нас с вами готова как я и сказала основа для навязки везде будет одинаковая и мы начинаем выполнение нашего листика я провязываю 3 воздушные и работу разворачивая на лицевую сторону смотрите на вязку листика именно я буду выполнять с этой стороны затем с этой накид и теперь очень внимательно второй накид я ввожу крючок в колечко вот которая образовалась и провязываю 3 столбика с двумя накидами не завершенные первый столбик с двумя накидами второй столбик с двумя накидами и третий столбик с накидами не завершенный далее 4 столбика с накидом не завершенный накид и считаем 1 2 3 и 4 провязали и начинаем провязывание наших столбиков смотрите я права провязываю первую вершинку и затем провязываю по 2 вершинки по 2 петли даже можно так сказать пока у нас на крючке не останутся 2 петли и считаем 1 2 3 4 5 6 на крючке 2 петли мы с вами останавливаемся я вытягиваю крючок перебрасываю нить за работой и возвращаю крючок в работу и теперь буду выполнять такие же столбики только на этой стороне и я выполняю 2 накида на крючок и беру поудобнее провязываю 3 незавершенные столбика с двумя накидами 1 23 и далее 4 столбика с одним накидом незавершенные 1 2 3 4 и точно так же как и ранее мы провязываем сначала первую вершинку а затем по 2 1 2 3 4 5 6 и теперь смотрите у меня на крючке 3 петли я все три петли провязываю вместе вот такой красивый аккуратный листик у меня получился это моя вот на вязать к и мы продолжаем работу я выполняю три воздушные вожу крючок во все три петли и соединительная то есть как бы пико выполняю да на вершинке листика далее две воздушные работу разворачиваю и мы с вами вначале выполняли три воздушные под них вожу крючок соединительная далее опять две воздушные и под арочку буду выполнять соединительные воздушные то есть точно так же как выполняли ранее 9 соединительных считаем по соединительным первые выполнили и воздушная 2 его душно 3 и воздушно 4 и воздушная 5 и воздушная 6 и воздушная 7 и воздушная 8 и воздушная и 9 соединительная готова мы с вами находимся на лицевой стороне и второй наш сегмент готов мы поправляем пикой вот такой красивый нежный листик получился и далее мы будем выполнять третий сегмент тоже листик с этой стороны мы продолжаем нашу работу как я и сказала 3 воздушные петли все наши сегменты начинаются одинаково далее у нас пышный столбик раз два три 4 5 и как я и сказала основа у нас тоже везде одинаковая провязываем и провязываем арочка из трех и еще один пышный столбик раз два три 4 5 провязали провязали далее арочка из пяти раз два три 4 5 и два столбика с двумя накидами первый столбик с двумя накидами незавершенный и 2 и общая вершинка основа для нашего третьего сегмента готова и мы будем вязать листик опять же 3 воздушные петли смотрите 2 накида на крючок и вяжем с этой стороны а затем с этой начинаю выполнение как и ранее 3 незавершенных столбика с двумя накидами второй столбик незавершенный и 3 далее 4 столбика незавершенные с накидом и считаем раз 2 3 и 4 и провязываем первое провязывание а затем по два раз два три 4 5 и 6 2 петли на крючке мы работу разворачиваем нить перебрасываем и возвращаем крючок работу и далее 2 накида на крючок 3 незавершенные столбика с двумя накидами как и ранее выполняли третий столбик и 4 незавершенные столбика с одним накидом считаем 1 2 3 и 4 и провязываем 1 провязали а затем как и ранее по 2 петли считаем 1 2 3 4 5 6 и очень внимательно 3 петли на крючке провязываем вместе наш с вами листик почти завершён осталось пико выполнить три воздушные ввожу крючок соединительная далее две воздушные работу разворачивая под три воздушные соединительная опять две воздушные и теперь подарочки выполняем соединительные считаем 1 и воздушные 2 и воздушные три и воздушные 4 и воздушные 5 и воздушная 6 и воздушные 7 и воздушная 8 воздушная и 9 соединительная обращаю ваше внимание мы находимся на изнаночной стороне нашей работы я останавливаюсь разворачиваю работу на лицевую сторону и мы смотрим что у нас получилось вот такой третий сегмент готов повторюсь у нас будет повторяться 2 3 4 5 сегменты и далее у нас будут вот такие завитки с одной стороны и с другой и мы продолжаем нашу работу напоминаю находимся на изнаночной стороне тесьмы 3 воздушные петли накид и подарочка вяжем пышные столбики 1 2 3 4 5 провязываем все петли и воздушная далее 1 2 3 и еще один пышный столбик 1 2 3 4 5 провязываем и провязывая далее у нас идет арочка из 5 1 2 3 4 5 2 накида и подарку предыдущего сегмента как и ранее два столбика с двумя накидами с общей вершинкой напоминаю основа для всех сегментов одинаковая и далее мы с вами вяжем воздушную и смотрите здесь очень внимательно мы начинаем на вязку с этого столбика переходим на этот и на эту арочку я ввожу крючок вот с лицевой стороны беру поудобнее и считаем 7 соединительных раз и воздушная 2 и воздушная 3 и воздушная 4 и воздушная 5 и воздушная 6 и воздушная 7 воздушная и переходим на противоположный столбик считаем 1 и воздушная 2 и воздушная 3 и воздушная 4 и воздушная 5 и воздушная 6 и воздушная 7 и воздушная вот наша на вязочка получилось и переходим на нашу арочку девять соединительных напоминаю 1 и воздушная 2 и воздушная 3 и воздушная 4 и воздушная 5 и воздушная 6 и воздушная 7 воздушная 8 воздушная и 9 соединительная и останавливаемся и смотрим и далее как и ранее мы вяжем 3 воздушные накид и подарочка пышный столбик раз два три 4 5 провязали провязали далее арочка из 3 1 2 3 и опять же провязываем 1 2 3 4 5 провязали далее арочка из 5 1 2 3 4 5 2 накида и подарочка предыдущего сегмента 2 столбика с общей вершинкой 1 столбики у нас с вами с двумя накидами 2 воздушная и теперь мы с вами с этой стороны выполняем навязку с этой и далее на арочку идем вводим крючок берем поудобнее и вяжем 7 соединительных и между ними воздушная считаем один и воздушная 2 и воздушная 3 и воздушная 4 и воздушная 5 и воздушная 6 и воздушная 7 воздушная и переходим на противоположный столбик таким образом считаем 1 и воздушная 1 и воздушная 5 и воздушная 6 и воздушная 7 воздушная вот смотрите мы с вами работали по лицевой стороне видите и теперь переходим на изнаночную и 9 соединительных 1 и воздушная 2 и воздушная 3 и воздушная 4 и воздушная 5 и воздушная 6 и воздушная 7 и воздушная 8 воздушная и 9 соединительная мы находимся на изнаночной стороне я останавливаюсь работу разворачиваю на лицевую сторону и вот хорошо видно мы с вами связали наши сегменты которые у нас с вами будут повторяться это второй третий четвертый и пятый и далее мы вяжем и начинаем выполнять наши листики и так далее и так мы вяжем нашу тесьму на необходимую нам длину напоминаю основа у нас для всех наших навязочек одинаковая мы с вами выполнили тесьма на необходимую нам длину и давайте посмотрим как завершить наш проект смотрите я в данном случае нахожусь на изнаночной стороне нашего проекта и после соединительной я провязываю воздушную далее под арочку провязываю 5 соединительных и между ними воздушная считаем 1 и воздушная 2 и воздушная три и воздушная 4 и воздушная 5 соединительная далее воздушная и под эту арочку я провязывая одну соединительную или можно воздушная и еще одну то есть вторую соединительную здесь смотрите на ваше усмотрение воздушная ниточку обрезаю хорошо подтягиваю если вы планируете подшивать тесьму можно нить оставить подлиннее и давайте посмотрим что у нас с вами получилось и дорогие друзья мы с вами выполнили нашу вот такую красивую уникальную тесьму на необходимую нам длину очень нежно получилось ажурно необычно и красиво можете взять любую пряжу вот тесьма у нас получилось односторонняя это изнаночка навязка у нас идет только по лицевой стороне и можно использовать тесьму для декора для создать для создания композиции для декора любого из начиная от сумок и заканчивая допустим шали палантина кофточки и так далее и можно создать украшение на ручку получится очень необычно вот таким образом да и я предлагаю вам поэкспериментировать в процессе работы мы с вами говорили о том что основа для нашего листика и завитка одинаковая поэтому вы можете чередовать листики и завитки абсолютно по вашему усмотрению и можете то с одной стороны делать листики с другой только завитки можно наоборот сделать можно чередовать два через два то есть опять же поэкспериментируйте все зависит от вашего желания и фантазии и вот такая очень интересная необычная тесьма у вас получится сама тесьма идея там авторская разработка присоединяйтесь до новых встреч творческих вам успехов и конечно же огромное спасибо что вяжете вместе со мной не забывайте ставить лайки писать комнаты и подписываться на канал кто еще не подписался пока пока пока